13.08 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». В студии Анна Лапшина. Мой сегодняшний гость Олег Ткачёв, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Начинаю сразу без предисловий, потому что реклама немножко задержала нас и так. Отъела от нашего эфира две минуты. Итак, я напоминаю нашим слушателям, что эфир наш можно не только слушать, но и видеть. На нашем сайте эхопирова.ру идет прямая трансляция. Кроме того, там же через форму анонсов можно задавать вопросы гостю. Пожалуйста, пользуйтесь. Кроме того, вопросы можно задать посредством СМС номер 8909 720 101 и 0. Мы приступаем к нашим вопросам. Пока нет вопросов, заданных через сайт. Собственно, не могла, конечно, не взять эту тему, обойти ее вниманием. Накануне появилась информация о том, что следствие просит в очередной раз продлить арест экс-руководителю Кировской области Никите Юрьевичу Белых. Я не знаю, честно говоря, чем это связано. Не было, по крайней мере, в СМИ никаких сообщений о том, чем объясняется ходатайство следствия. Арест просят продлить до 24 июня. То есть, фактически, к этому моменту, если решение будет принято, Никита Белых проведет в СИЗО год. С момента прошлого года. Решение будет принято, либо то, либо иное, 22 марта. Вот такой у меня вопрос, Олег. Почему так долго тянется стадия, я не знаю, как это правильно называется, досудебного следствия, наверное, да? Фактически установлено все. Человека взяли с поличным, при получении денег, взятка в особо крупном размере. Зачем держать в СИЗО год? Ну, никто не знает на самом деле, что установлено, а что не установлено, кроме следствия. Конечно, всем интересно, конечно, люди вознуются, конечно, очень жалко и человека, но вот это молчание следствия, то есть, создает ощущение, что вообще в следствии ничего не происходит, оно не движется с мертвой точки. То есть, нет никаких событий, кроме очередных продлений, продлений, продлений. То есть, может быть, там что-то и происходит, но дело громкое, резонансное, публичное. То есть, все-таки, хотелось бы внести какую-то ясность, так ли все было на самом деле, как вот это описано в средствах массовой информации. Изначально, да? Ну, вообще в средствах массовой информации. То есть, хотелось бы уже видеть, там, честно, беспристрастный суд, который бы уже определился, там, и со степенью вины, там, и с аргументами, там, и обвинениями, и защитой. И со свидетелями. И со свидетелями, вот. То есть, эта история уже всем и надоела, ну, и там, и продолжает интересовать, потому что она какая-то такая замороженная. Затянутая. Ну, можно, не знаю, то есть, переходить на конспирологические, там, теории, то есть, может быть, и правы тех, кто говорит, что до выборов ничего не изменится в этом деле. Ну, вот у меня есть такая версия, да, я слышала ее о том, что до сентября постараются продержать этот процесс и это дело в неком таком замороженном состоянии. Вот. При этом там есть еще две версии. Кто-то говорит, что ищут иных подозреваемых, да, в рамках расследования, а кто-то говорит, что ничего нет и ищут возможность хоть что-то предъявить. Чем дольше будет вот эта пауза тянуться, вот, тем больше версии, там, будет выдвигаться и тем больше это будет обрастать, там, слухами, небылицами, там, и чем угодно, вот. Вот. Что он не меняет, сути дела, там, самого. Вот. Каковы аргументы, там, и защита обвинения, мы это можем услышать, то есть, ну, только на суде. На суде. Я правильно понимаю, что следствие не обязано вообще в ходе досудебных каких-то вещей что-то оглашать, что-то озвучивать, там, несмотря на то, что есть общественный интерес? Не обязано. Не обязано, то есть, это не входит. Ну, вместе с тем, как бы, какие-то вещи, которые, там, не влияют на, там, на ход следствия. Не могут помешать установлению каких-то фактов. Ну, да, или, там, повлиять на свидетелей, то есть, ну, могли бы и озвучить, то есть, я не знаю, там, просто, как, там, в режиме сводки. Но не хотят. Не хотят. Доносится какая-то информация только вот, ну, исключительно из неофициальных источников, кому-то кто-то что-то сказал. Или нечего сообщить. Еще у меня вопрос к вам, как члену общественной наблюдательной комиссии, да, по контролю за соблюдением прав заключенных в Кировской области. Все-таки вы немножко более осведомлены, думаю, в этом вопросе, нежели я. Скажите, пожалуйста, мы все помним историю примерно двух, ну, два месяца назад, наверное, это было, да, когда Никиту Белых переводили из СИЗО Лефортова, временно в СИЗО Матросская тишина. В связи с его состоянием здоровья было медицинское обследование, по-моему, заняло это не так много времени, несколько дней, вот, и вернули потом обратно Лефортова. У меня вопрос, ну, вот у человека плохое самочувствие, да, скажем так, судя по заявлениям адвокатов, очень плохое, ну, вплоть до того, что там, ну, какие-то, видимо, состояния, угрожающие жизни, ну, не знаю, можно ли так сказать, но здоровью, как минимум, там, да, в длительном каком-то периоде. Почему нельзя человека оставить в том СИЗО, где есть больница? Зачем его обратно везти в Лефортово? Ну, это, насколько я понимаю, это специализированные лечебные учреждения, вот, и решение по медицинскому состоянию принимается врачами. То есть, если врачи сочли, что медицинское состояние, там, позволяет пациента выписать, они его выписали, а по, ну, существующим правилам, то есть, ну, он возвращается туда же... Откуда привезли? Откуда и привезли. Вот, то есть, здесь, как бы, ну, формальные правила таковые, вот, и это, ну, на усмотрение врачей системы, там, СИЗО. Ну, а почему нельзя в Матросской этой тишине оставить? Все-таки... Или это абсолютно разные, или это абсолютно две разные организации? Больница в Матросской тишине и изолятор в Матросской тишине? Это разные организации, и это, как бы, это не... Не важно, откуда везти. Это не такие учреждения, в которые, как бы, там, остаются по желанию. Ну, это понятно, конечно. То есть, там все зарегламентировано. Если есть показания, там, ну, он остается там в лечебном учреждении. Если нет показаний, то переводится обратно. Понятно. Ну, я не знаю, можно ли тут сказать, что мы все, конечно, с большим нетерпением ждем все-таки какого-то решения по... Хотелось бы в этой истории уже поставить точку. По дате хотя бы, да, по дате хотя бы суда. То есть, я, насколько понимаю, на прошлой неделе, на этой неделе началось, наконец, судебное следствие по делу Гайзера, да, наши соседи, Республика Коми, где обвинения, ну, не скажу, что такие же, да, но похожи тоже, да, там, создание чего-то, чего-то жутко криминального. Ну, там... И посадки огромного количества людей, да. Но, тем не менее, тоже вот вроде как некий ущерб нанесен. Сделаем сейчас небольшую паузу и прервемся. Напоминаю, что в гостях у нас Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области. Особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области продолжается. Я, Анна Лапшина, переходим к следующим вопросам. Ну, следующим вопросом у нас выборы. Неожиданно и ожидаемо одновременно. Немного начинает вырисовываться картина, по крайней мере, Единая Россия уже опубликовала некий список и сообщила, что кандидаты на главный пост в регионе должны будут перед тем, как заявиться, пройти предварительно процедуру праймерис. С праймерис была достаточно интересная история на прошлой неделе, когда, естественно, там наши коллеги допытывались у экспертов, что бы значил этот список из пяти человек. Я напомню, что конкуренцию Игорю Васильеву составляет Наталья Катаева, общественный деятель фонд «Вятская соборность». Но мы Наталью Катаеву больше знаем, наверное, как эксперта, специалиста по неким делам, связанным с местным самоуправлением, ТОСами и прочим. Кроме того, Александр Чурин, генеральный директор завода «Сельмаш», директор агрофермы Среднеевкина Николай Харькин и ректор Кировского государственного медуниверситета Игорь Шишунов. И вот на прошлой неделе наш коллега, человек, который часто бывает здесь в гостях, Михаил Шевелев, другому нашему коллеге Владу Крысову давал интервью по поводу того, что это за люди, кандидаты. И верит он, не верит в то, что они искренне идут на губернаторский пост и хотят побороться за него. Ну, там весело было с цветком. Цветок за спиной Михаила завял за 40 секунд, из чего фактически все, включая федеральных наших коллег, СМИ, экспертов сделали выводы, что даже цветок не выдерживает упоминаний «Единой России». Было в интервью Михаила продолжение, да, вот эта фраза о том, что «я не верю в искренность людей, идущих на праймерис». Что Вы скажете? Прокомментировать слова Михаила про его веру или не веру в этих людей? Или про цветок? Не про цветок. Не про цветок. Цветок, к сожалению, вот если бы мы на телевизоре были, да, можно было бы. Ну, во-первых, хотелось бы сказать о том, что праймерис одной политической партии мне не очень интересен, как так и рой. То есть, мне кажется, это внутрипартийная процедура, и я не понимаю того массированного внимания, которое уделяют внутрипартийной процедуре. Допустим, не определяются, как хотят. Если внутри партии они приняли решение, что не хотят определяться таким образом, и кандидатам в губернаторы различным, и нынешнему в Рио необходимо пообщаться в режиме дискуссии вот с такими прекрасными людьми, да ради Бога. Просто хотелось бы от представителей других политических партий, которые, скорее всего, все-таки будут принимать участие в выборах губернатора, увидеть аналогичные процедуры, чтобы мы говорили не про один праймерис, а про праймерис сразу нескольких политических организаций. Но остальные пока не торопятся. Да то боди надо оно им? Ну, я не знаю, надо ли оно им, но если бы это было, это был бы отдельный информационный повод, в том числе это... Лишнее упоминание об этой партии в сфере. И не только. Это бы... Всегда подобные вещи дают некую внутрепартийную дискуссию, дискуссию среди сторонников. Среди приверженцев разных кандидатов, наверное, есть сторонники разных идей, мыслей, стратегий развития. И это всегда, подобные процедуры, они стимулируют внутрепартийную дискуссию. Вот, если честно, внутрепартийная дискуссия, там, партия Единая Россия, там, ну, постольку-поскольку. Ну, то есть, мне это не очень интересно, там, пристроить... Вы не верите, что они могут дискутировать? Да нет, они могут, конечно. Я просто, там, ну, как-то не привык, мне не очень интересно следить за их внутренней жизнью. Вот. Намного интереснее, как бы, к чему приходят к финалу своей дискуссии. То есть, когда уже определяются. То есть, я так понимаю, что по итогам праймерис, они должны определиться, там, с единым кандидатом. Это да. Ну, и я так понимаю, что в ходе дискуссии те предложения, которые будут высказаны, они должны войти в итоговую программу, которую этот кандидат потом с собой понесет. И вот наличие других вот кандидатов на праймерис, это как раз, как бы, как наличие идей, которым стоило бы, ну, основному кандидату... Прислушаться. Прислушаться. Вот. Вот только с этой точки зрения, как бы, интересен, там, и выбор этих людей, вот, и сами эти люди, там, со своим, там, жизненным опытом. Ну, вот, то есть, конечно, люди со стороны, там, не вовлеченные в деятельность, там, политической партии конкретно, да, у них всегда будет вопрос, а что там происходит? Внутри. Да, это вот в этой процедуре набрали, там, мальчиков для битья, ну, вот. И девочек. Чтобы на их фоне, как бы, кандидат выигрыш не осмотрелся. Или это действительно, как бы, для того, чтобы, там, умные, грамотные люди подсказали какие-то моменты, там, приезжему человеку, который, там, естественно, там, он знает еще, может быть, не до конца, там, о Кировской области, вот. Не разобрался еще. Но в процессе дискуссии, то есть, это возможность получить ему новую информацию, вот, новый набор идей. Вот. Я считаю, что, ну, второе, то есть, это, как бы, как возможность нынешнего в Рио губернатора узнать новые для себя вещи. То есть, не надо уж так относиться к процедуре праймерис, как к дежурному какому-то мероприятию, да? Это интересная процедура, вот, очень жалко, что эту процедуру использует только одна политическая партия, там, в данный момент. С этого мы начали. Мы бы хотели, чтобы все остальные представители, которые будут бороться... Это больше возможность. Возможность, причем, для всех, там, для, там, кандидатов, там, на этих праймерис, то есть, кандидатов-кандидаты, озвучить свои позиции, свои, своих сторонников, то есть, донести какие-то идеи до временно исполняющего обязанности губернатора. Вот. Для него это возможность, там, узнать эти идеи. Понятно. В таком случае у меня вопрос, почему наша оппозиция настолько неактивно пока себя ведет? Вот. В общем-то, до выборов-то остается уже меньше полгода. Меньше, чем полгода. В сентябре ведь у нас все. Ну, делаем логичный вывод. Так. Оно им не надо. Оно им не надо. Ну, насколько я понимаю о том, что собирается участвовать в выборах, заявил Кирилл Черкасов, да, это ЛДПР, не очень понятна ситуация с Сергеем Мамаевым, потому что, судя по активности медийной Сергея Павлиновича и тому результату, который он занимал на предыдущих выборах главы региона, он на выборы все-таки идет. Марина Сазонтова на прошлой неделе говорила мне, что вроде бы, вроде бы, кировские коммунисты вот должны буквально на днях определиться и с кандидатурой, и со всем остальным, но пока информации не было. Вот. Непонятна совершенно история вокруг единого кандидата от оппозиции. То есть пока, я так понимаю, нет решения принятого. Получится у них договориться? Или каждый пойдет отдельно? И вообще можем ли мы сейчас оценивать перспективу? Ну, у меня нет надежды и нет уверенности, что вообще оппозиция сможет о чем-то договориться друг с другом. Они слишком разные. Почему? Они слишком разные. У них разные интересы, разные источники принятия решений. Это мы сейчас что имеем в виду? Разные источники принятия решений? Да все. То есть где-то источники принятия решений, там, в демократических традициях, это, там, народ. То есть, там, члены партии. А я поняла. Я поняла. Технологически это вы имеете в виду. Где-то, там, другие источники принятия решений. То есть как лидер партии, там, федеральный, там, скажет, так и будет. Ну, по-разному люди привыкли жить. По-разному привыкли жить наши политические организации. Было бы интересно. Но я думаю, что, там, все вот такие вещи останутся чуть попозже. То есть, может быть, сейчас не хотят, там, стартовать, потому что слишком рано. Может быть, пока не готовят. Мне кажется, уже сейчас пора стартовать. Уже не рано. Скоро лето будет. Летом будет стартовать поздно. Тем ценнее будут сюрпризы. Избиратели будут на дачных участках. Тем ценнее будут сюрпризы в избирательной кампании. А будут сюрпризы? Не знаю. Надеюсь, что будут. Потому что, если выборы губернатора будет участвовать только одна партия, там, Единая Россия, плюс... Нет, участвовать будет не одна. Вопрос в том, реально конкуренция или нет. Если реальной конкуренции не будет, то это будет скучно, неинтересно. И люди просто не придут на избирательные участки. Потому что займутся своими садами, огородами, нет интриги, нет активности. Понятно. Будет явка на уровне 20%, и это будет очень грустно. Хорошо. К другим выборам переходим. Есть у нас еще 3 минуты, начнем. Потом продолжим после перерыва. К выборам в общественной палате. Я надеюсь, что они будут более интересными и более конкурентными. На этой неделе общественная палата, членом которой вы являетесь, выбирает кандидата в общественную палату Российской Федерации. Представителя от Кировской области. Если я не ошибаюсь, ничего не пропустила пока по-прежнему кандидатов на это место двое. Это действующий секретарь Кировской общественной палаты Андрей Усенко и Лунур Гусейнов. Член общественной палаты Кировской области. Лунура выдвинули как раз в кандидатуру. Лунура, да. Почему? Я считаю, что оба кандидата, безусловно, достойные люди. У каждого есть свои плюсы, сильные стороны. Я считаю, что Лунур Гусейнов тот человек, который, это мое личное мнение, который мог бы достаточно эффективно работать представителем Кировской общественности в общественной палате Российской Федерации. И у меня есть некое видение, чем вообще представитель Кировской области в общественной палате Российской Федерации должен заниматься. И это видение больше подходит к Лунуру Гусейнову, нежели к Андрею Усенко? Да, да. Андрей Усенко, он очень сильная личность, безусловный лидер, но он прекрасен в режиме такого модератора. То есть, вот в роли секретаря общественной палаты он прекрасен. Он умеет сглаживать какие-то противоречия между различными группами интересов, формулировать компромиссные решения, прочее, прочее. А представитель от Кировской области в общественной палате Российской Федерации, у него не будет такой возможности. А чем он там вообще должен заниматься, на ваш взгляд? Представлять интересы общественности. На мой взгляд... Прежде всего это заключается в чем? На мой взгляд, в данный момент, то есть вообще такого, истории Российской Федерации и Кировской области в частности, Кировская область нуждается в том, чтобы у нас был лоббист общественных интересов. Лоббист там и даже не вообще всех общественных интересов. Нам нужен человек, который сможет привлекать ресурсы федеральные в Кировскую область. Это мы про деньги сейчас говорим? Да, про деньги. Вы думаете, что УНУР справится с этим лучше, чем Андрей? Ну, у меня такое впечатление. Понятно. Потому что Андрей более политик. Он умеет искать компромиссы и примерять различные стороны. От представителей Кировской области таких подвигов в Общественной палате Российской Федерации никто не ждет. Там есть свои модераторы, свои регуляторы. А возможность быть там, иметь прямой контакт с представителями различных фондов, инвесторов и прочее-прочее. И при этом цепко цеплять контакты, договариваться о том, чтобы какие-то программы приходили в Кировскую область. Это отдельное умение, которое, я считаю, что УНУР, оно как-то... Более развито? Более развито. Так, сделаем небольшой перерыв на две минуты на рекламу и вернемся в студию. Напоминаю, что Олег Ткачев у нас в гостях. Особое мнение продолжится. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что слушаем сегодня особое мнение Олега Ткачева, член Общественной палаты Кировской области, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. И говорим как раз мы о происходящем в Общественной палате Кировской области. 23 марта, то есть в этот четверг, палата будет выбирать своего представителя в Общественную палату Российской Федерации. Кандидатов двое. Элунар Гусейнов, Андрей Юсенко, действующий секретарь. Олег тот человек, который выдвинул кандидатуру Элунура Гусейнова на пост нашего представителя в Москве. Объясняет это тем, что Элунар с теми задачами, которые предстоят, справится лучше, нежели Андрей Юсенко. Я хотела еще спросить вот о чем. Скажите, пожалуйста, можем ли мы немножко приоткрыть завязу тайны и рассказать, а как вообще будет происходить голосование? То есть я понимаю, оно, видимо, будет тайным. То есть собираются все члены Общественной палаты, выдаются им бюллетени, в которых две фамилии. Они ставят кресть и галочку, любой другой знак, точно так же, как на обычных обрах происходит, за того или иного кандидата. Либо ни за кого не голосуют. Возможно такое? Да, собственно говоря, вы все и рассказали. Так, отлично. А вот агитационная работа какая-то ведется в Общественной палате? Как вообще кандидаты работают со своими потенциальными избирателями? Встречаются, разговаривают. А что, собственно говоря, это самое? Тут нет никакой тайны. То есть мне нравится то, что есть конкуренция. Да, это всем нравится. Хоть где-то есть конкуренция, Олег. Мне нравится, что оба кандидата стремятся к достижению результата, а не просто номинально участвуют для количества. Пусть члены палаты определятся. Как такова агитационная работа, то есть никто с транспарантами нигде не ходит. То есть я говорю, у каждого кандидата свои плюсы, свои минусы, свои какие-то заслуги перед обществом. Каждый в меру своего понимания ведет какие-то разговоры. Я считаю, что это нормально, спокойно, доброжелательно. Но ведь в Общественной палате нет такого, что один из кандидатов приходит и говорит «голосуй за меня, голосуй за меня». Не знаю, ко мне никто не подходил и не говорил так «голосуй за меня, голосуй за меня». Понятно. То есть все-таки более аккуратно это все происходит. Хорошо, у меня единственное уточнение по времени, когда это будет, да, и когда будет известно уже, собственно говоря, результаты. Во сколько у вас заседание? 23-го, не помните пока, да? Не вспомните, но днем, где-то днем. То есть будем надеяться, что вечер четверга мы уже будем знать, кто представит Киров в Общественной палате Российской Федерации. Хорошо, еще немножечко про общественную жизнь поговорим. Я так думаю, что мы успеваем. Я хотела затронуть тему митинга, который прошел на Театральной площади. Митинг был посвящен годовщине присоединения Крыма к России, или возвращения Крыма в Россию, как говорят. Был прекрасный совершенно материал, репортаж на портале «Свой Кировский». Вчера Светлана Занькова уже упоминала его, и я еще раз рекомендую всем нашим слушателям найти этот репортаж и посмотреть его. И вопрос у меня следующий. Судя по тому, что, пишут наши коллеги, далеко не все пришедшие на Театральную площадь и ходившие под российскими флагами, пришли туда по собственной инициативе раз. Я не скажу, что их сгоняли под угрозами каких-то ужасных карт, но, видимо, попросили прийти. И далеко не все люди, которые там оказались, понимали вообще, а зачем они там. Надо ли вообще проводить эти митинги? Ну, раз уж так. Я так думаю, что у каждого митинга есть свои организаторы. Конечно. Если организаторам надо, то пусть они и проводят. Насчет административного ресурса... Мы не можем это утверждать. Мы не можем это утверждать. Я сторонник того, чтобы административный ресурс не использовался вообще для сбора каких-то публичных политических мероприятий. Но тут важны факты. То есть, если это было, то это значит плохо. Если этого не было, я не знаю, я как-то это самое... На меня, опять же, никакого давления не оказывалось, и я там не был. Олег, а Вы помните демонстрации, которые были в советское время? Помню. Ну, вот кто-то ходил на них семьями, а кто-то ходил вместе с предприятием. И я, насколько понимаю, вот хождение вместе с предприятием и ношение транспарантов, оно тоже было отчасти обязательным. Ну, это как бы тут разные вещи. Там, в советские времена, традиция хождения на демонстрации в советские времена, да, это все-таки был... Семейный праздник. Это был национальный праздник, это был национальный праздник, то есть государственный праздник, как... Это тоже государственным праздником пытаются сделать? Не знаю. То есть, мне кажется, что здесь в ситуации, когда есть различные подходы к оценке этих событий, и есть, там, одни более популярные, другие менее популярные, там, точки зрения, насколько это было допустимо, нужно, необходимо, в тот момент, в такой форме, ну, и так далее. Вопросов много. Ну, пока, покуда дискуссии в обществе идут, вот, это, ну, не знаю, там, некорректно, там, объявлять, там, общенациональным праздником, как таковым. Если... Но митинги проходят. Если есть... Во всей стране. Если есть сторонники, то, там, не вижу причин, почему бы им, там, не собраться, если они этого хотят. Вот. Олег, я тоже не вижу причин, за одним небольшим исключением. Я так понимаю, что на организацию этого митинга были потрачены бюджетные деньги. Сколько? Я не знаю суммы, она не озвучивается. Не, ну, когда мы говорим, там, были потрачены деньги, там, хотелось бы... Хотелось бы, хотелось бы, да. Нет, ну, согласитесь, можно предположить, что это все было не бесплатно. Все равно, кого-то везли из Слободско, были там такие, да, товарищи на автобусе, вряд ли они ехали за свои деньги. Ну, а вот за бюджетные или нет они ехали, это другой вопрос. Ползор дал денег. Хорошо, этим вопросом мы займемся. То есть, вы думаете, что митинги, которые проводятся по всей стране? Я не знаю. Во всех городах? У меня нет информации. Они проводятся за счет внебюджетных средств, как вот вы говорите. У меня нет информации о том, за какие средства проводятся вот эти митинги. Я видел там смешные видео, там, в частности, из Москвы, там, на Медузе были опубликованы, как раздавались там по 300 рублей в участии. Нет, я не утверждаю сейчас, что на это тратились деньги, что оплачивалось участие людей деньгами. Но в любом случае, организация, ну, подобного мероприятия, она все равно требует затрат, согласитесь? Ну, требует, требует, по крайней мере, там, вовлеченности, требует, там, административных усилий. Ну, конечно, специалисты какие-то работают. Большого круга, там, разных людей. Ну, не знаю, там, насчет специалистов. То есть, практика показывает, что публичные мероприятия, там, могут создавать, там, и, там, люди без дипломов. Вот, и собирают, там... А кто вам сказал, что люди без дипломов, это не специалисты? Ну, специалисты определенного, там, определенной направленности. Вот, и не факт, что это каким-то образом вообще связано с бюджетом. Мы отошли немножечко. Так, но это же не может происходить бесплатно. Все равно на это тратятся ресурсы. Вполне возможно. Что это без того? У меня просто нет информации. Нет информации. Я не могу по ресурсам, как бы, говорить, сколько было потрачено. Я не подсумываю. Я прекрасно понимаю, что сотрудники органов правопорядка охраняли, то есть, несли дежурство. В выходной день. В выходной день. Это, да, это безусловные затраты бюджета. Да, это так. Но ровно так же, точно, эти же самые сотрудники... Охраняли бы ярмарку. И другие мероприятия, в том числе, оппозиционные. Если оппозиционные публичные мероприятия официально там заявлены, их государство обязано охранять. Безусловно. Здесь, как бы, ну, я не знаю, там, все, не все, но в более-менее равных условиях. Единственное то, что, как бы, одним, там, оппозиции часто публичные мероприятия не согласуют. Или отправляют на улицу Заводскую. Ну, и охраняют там. И охраняют там, да. Вот. Другие, вот, спокойно на театральной площади. Ну, вот, есть в этом такие, там, сомнительные, там, нотки. Ну, вот. Но если людям захотелось праздника, вот, и они решили прийти, то, ради бога, там, с гармошками, там, с чем-то еще, там, песен попеть, друг друга повидать. Если это использовался административный ресурс и тем более бюджетные деньги, вот, то я категорически против этого. Так. Еще такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что все-таки, все-таки, вот, в некотором смысле эти митинги, поскольку не собирают огромного количества народа, которые собирали демонстрации во времена Советского Союза, можно чем-то заменить? Чуть более полезным, чем топтание, там, на улице. Я понимаю, гармошка, это, конечно, прекрасно. Но вот в честь годовщины присоединения или воссоединения с Крымом можно же какие-то добрые дела просто совершать. Можно на субботники выходить, в конце концов. Да, можно. Можно, почему не делают? Не знаю. А кто будет делать? То есть, кто организатор? Вот, вот. Ну, не знаю. Я так понимаю, что большей частью по стране это какие-то общественные все-таки организации, официально, по крайней мере, называются. То есть, Советы ветеранов, какие-то еще организации. Ну, в основном, патриотического толка, такой патриотической направленности. Ну, я бы пожелал им удачи, успехов, вот, и, само, да, действительно, там, они могли бы сделать много чего еще. Ну, это же прекрасно. Вот, смотрите, ну, в честь годовщины воссоединения с Крымом мы покрасили забор. Не знаю, сколотили лавочки для бабушек в городе Коснодаре, где уже тепло, например. Еще что-то. Ну, это все забавно, это очень хорошая, как бы, мысль. И это прекрасная совершенно была бы разная картинка из разных городов России, понимаете? Все равно же показывать по телевизору. Ну, это отличные были бы картинки. То есть, я не понимаю, суть вопроса ко мне-то. То есть, как бы... То есть, вы поддерживаете? Что? То, чтобы патриотические организации, наконец-то, встали бы и пошли бы скамейки покрасили, да, поддерживаю? Нет. А то, чтобы патриотические организации, наконец-то, донесли, что есть более удачная форма празднования, чем проведение митинга на площади? Я всегда поддерживаю и всегда говорю о том, что патриотизм – это не просто, как бы, там, махание флага. Патриотизм – это, прежде всего, там, забота о том месте, где живешь. Вот. И если люди – патриоты, то они, там, не по праздничным датам, вот, а каждый день занимаются, там, мирным, спокойным, там, благоустройством. Вот. Для, там, патриотизма вовсе не нужен, там, внешний враг, вот, против которого, там, куда-то митинговать, там, кричать какие-то резкие, там, негативные лозунги. Угу. Вот. Патриотизм – это, там, забота, прежде всего, это и любовь, а не ненависть к врагам. Понятно. Тем более, к тем врагам, которых вчера были братьями, сегодня враги, там, ну, странно мне все это. Понятно. В общем, идею поддерживаете. Будем надеяться, что кто-то донесет ее до наших патриотически настроенных общественных организаций. Всегда, во всех обсуждениях, там, это было, там, и на всех гражданских форумах, там, когда приходили представители патриотов, говорят, да вот, надо же, вот, там, вы, блин, ну, 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 чего. Пойдите и сделайте. Столько много полезной работы, там, ждет приложение вашей энергии, вот, а вы все с какими-то врагами, там, назовете бороться. Не туда энергия уходит. Я прошу прощения, нам нужно завершаться. Особое мнение Олега Ткачева, Олег руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций и член общественной палаты Кировской области. Я, Анна Лапшина, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok